Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы сегодня завершаем чтение и объяснение второго соборного послания апостола Петра. Оно небольшое, у нас третья глава, тоже весьма небольшая по содержанию, так что сразу приступаем к чтению. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Вот апостол Петр, он прямо здесь признается, что это именно второе послание, так оно и вошло в нашу Библию. И апостол Петр, он говорит напоминанием возбуждаю, в обоих посланиях, ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, преждереченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. То есть он пытается, во-первых, возбудить в нас некое чистое понимание, возбудить чистый смысл. Очень часто мы помрачаемся своим умом, когда схватываем какую-то злую мысль, когда ум наш вообще скитается то там, то сям, по каким-то мирским вещам, предметам, и мы утопаем, ну то думаем, что там покупать, приобретать, как там выстраивать последующие дни, какая-то вот наша работа, потом вспоминаем чьи-то обиды, какие-то несправедливости, и чистоты никакой нет. А вот святой апостол, и цель-то Священного Писания в том, чтобы возбуждать в нас чистый смысл, чтобы мы как раз помнили слова и у пророков, это Ветхий Завет, и у Господа и Спасителя нашего, который он передал через апостолов, это уже Новый Завет. И душа христианина, она должна бы наполняться именно духом Священного Писания. И тот, кто проникся Священным Писанием, прежде всего, словами Господа Иисуса Христа, для него все остальное будет не страшно, потому что в мыслях есть чистота. А если чистота, то и покой, то и утешение. Без чистоты не будет ни покоя, ни утешения, а только беспорядок, смятение и постоянные тревоги. Но при этом апостол Петр, он предостерегает в отношении некоторых лжеучителей и говорит, прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Все ругатели – это люди порочные, они, так сказать, и в жизни поступают по порокам, ну и, соответственно, в словах они очень невоздержаны, все коверкают, искажают смысл. И когда они даже берут Священное Писание, то тоже начинают его перековеркивать. И вот они говорят, вот они пишут апостолы, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. То есть, фактически, о чем говорят вот эти ругатели? О том, что мир и вообще жизнь, она не руководствуется промыслом Божиим, а есть вот некое такое стихийное течение всего вперед. И каждый живет только для себя, как потом какой-нибудь там обезьяна древний, который поесть, поспать и расплодится. Три основных инстинкта – тепло, еда и продолжение детородной, так сказать, функции, продолжение рода. Но нет, все вовсе не так. И в мире вовсе не все в таком каком-то ровном течении. И вот эти ругатели говорят, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. И апостол, он возражает, думающий так не знает, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Ну, действительно, если мы откроем книгу Бытия, то что мы там читаем, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. То есть вода – это как одна из первых сотворенных Богом стихий, которые оживотворял Святой Дух. И вот не зря у нас всегда, допустим, великое освящение воды. И вода святая. Бывают святые источники, освященные по молитвам каких-то святых угодников, или даже церковь освящает некоторые родники на святых местах. То есть это как некий символ чистоты, очищения и благодати Божией. Вот. И притворение мира, вода, она присутствует как некий такой один из основных элементов первого тварного мира. И вот апостол Петр говорит, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. Ну, мир почему? Потому что он погиб, потому что он отпал от Бога и настолько развратился в лице первых допотопных людей, что сказано в Писании, что были мысли человека зло от юности его. Не вечно духом ему пребывать с этими людьми, потому что они плоть. То есть мысли с самого детства, с самой юности плотские. Только угодить своим страстным, порочным похотениям. И если мысли человека зло от юности его, то какой смысл в таком человечестве? Мир существует ради чего-то доброго, светлого. И поэтому пока будут, конечно, чистые, светлые молитвы, пока будут у людей добрые мысли, то и мир будет существовать. Так что и будем стараться возделывать себе добрые мысли. Но вот тот мир, он и был потоплен водою. Вот вода, она вообще все очищает. И вот тот мир тоже, она очистила от греховного человечества. Мы знаем вот этот всемирный поток. Священное Писание о нем говорит. А нынешняя небеса и земля, говорит апостол Петр, содержимы тем же словом. Кстати, словом здесь большой буквы. Речь идет о Сыне Божием, как о втором лице Святой Троицы. Потому что именно Святая Троица не просто Бог-Отец, а именно Отец, Сын и Святой Дух сотворил мир. Отец сотворил мир через Сына в Духе Святом. И Дух Святой осенял первое мироздание. И промысл Божий, он тоже троечный. И нынешние небеса и земля, они содержимы тем же Сыном Божиим. Так вот, они сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Огонь – это одна из стихий, как считали древние люди. Четыре было стихии. Земля, вода, огонь и воздух. И вот огонь. Но огонь – это еще и символ очищения. Конечно, тут не хочется проводить какие-то параллели. Некоторые слишком так вот буквалистично. Ну да, вот говорят, сейчас понаделали там ядерных, атомных бомб. Потом когда-нибудь это сработает. И вот весь мир, он, так сказать, огнем и будет погублен. Но речь на самом деле вовсе не о ядерной бомбе и не о многих таких бомбах, которыми можно уничтожить планету, потому что Солнечную систему ими не уничтожишь, не уничтожишь вообще всю Вселенную. А здесь речь идет именно о мироздании, которое Словом Божиим переменится. И некий вот такой вот огонь, как составная часть тварных элементов. И вот все этот огонь, он очистит на самом деле мироздание. То есть да, будет некий огонь. Огонь очищает, допустим, золото от примесей. Но золото в конечном итоге остается, а примеси исчезают, и такое золото, оно блестит. Да, но огонь, конечно же, доставляет и некое мучение. Мы знаем, что будут в огне гиенском гореть души осужденных. Так вот, ожидает день суда и некий огонь, и некая будет погибель нечестивых человеков. Вот об этом пытается напомнить нам апостол Петр. Например, для чего и нужно вести трезвенную жизнь. Ну да, кажется, вот уже прошло две тысячи лет, и ничего нет. Апостол Петр объясняет. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. То есть, что такое пред Богом какие-то там тысячи лет, да, или тысяча тысяч лет, это не важно, это все как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот, братья и сестры, вот она центральная мысль. Почему Господь еще не наводит день суда причинам в долготерпении? Не просто, что Господь терпит, а Он долго терпит, и Он не желает, чтобы кто погиб. Если мы не готовыми окажемся на дне суда, то мы погибнем. А Господь не хочет, чтобы кто погиб, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Поэтому оттягивает, да, и кому-то посылает какие-то длительные скорби, болезни. Это очень отрезвляет на самом деле. У каждого из нас свой день суда, это день смерти. Когда мы переходим в вечную жизнь, расстаемся с телом, и все, там вот уже начинается наш суд. Но суд ожидает и все мироздание, и всю Вселенную. Вся наша Вселенная сейчас, она кратковременна. Почему так? Потому что все светилы, это как такие вот костерочки, которые имеют определенный запас. Ну да, скажут ученые, что это на миллионы лет, но все равно понятно, что этот запас, он на какой-то срок. А Господь-то творил мир ради бессмертия. Как сам Господь бессмертен и вечен, так и свое мироздание Он призывает к вечности и бессмертию. Но для этого нужен суд над нашим миром, над человечеством, которое согрешило, и поэтому живет в этих условиях тленности и скороприходящести. Говорит апостол Петр, придет же день Господень, как тать ночью. Тать – это буквально вор. Кажется странным образ, на самом деле сам Спаситель в Евангелии приводил. Это из притчи его, что если бы знал хозяин дома, когда придет вор, то он бодрствовал бы. Но так как это неизвестно когда, то вы бодрствуете ежечасно. Значит, не расслабляйтесь духовно, потому что в любой момент может настать твой лично час, а может и всеобщий час настать, когда мы не знаем, потому что от нетом и часе никто не знает, кроме Отца Небесного. Так вот, придет же день Господень, как тать ночью, то есть внезапно, так что может не готово застегнуть врасплох, и тогда небеса с шумом прийдут. Прийдут, то есть вот наши небеса, ну это, конечно, воздушная сфера, которую мы воспринимаем нашими глазами вещественными, потому что там солнечный свет определенным образом преломляется, и небеса красивые, но это тленные небеса, и вот они прийдут, они прекратятся. Стихии же разгоревшись, разрушатся. Все наши стихии, они для нас необходимы, но они тоже временные, кратковременные. Земля и все дела на ней сгорят. Вот это тоже очень важные слова, вот братья и сестры. Все сгорит. Все, что ты не строишь, все, что ты пытаешься оставить после себя, какую-то память, да, особенно это, знаете, у атеистов очень так вот наивно выглядит. Они говорят, что надо вот жить так, чтобы оставить после себя добрую память. Ну, одно поколение еще будет помнить, может быть, а потом что? И все это исчезает, все это рухнет. Если ты своей душой не утвердился в Боге, то память твоя с шумом погибнет. Поэтому только в Боге и можно обрести вечную память, непрекращающееся бытие. А земля и все дела на ней сгорят. Земля на это обречена. Невозможно написать такие книги, которые не сгорят. Невозможно сделать такие научные открытия, что-то сконструировать, что не погибнет. Все это рухнет. А что останется? Останется, во-первых, бессмертная душа, во-вторых, обновленное тело по воскресению всеобщим. Поэтому живи так, чтобы в будущее вечности тебе найти место вместе с Господом, вместе со святыми. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Апостол Петр рисует такую несколько страшную картину, как все полыхает, стихии свертываются, небеса разрушаются, все тает. Но тут же апостол Петр дает нам надежду. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Почему исчезнет наш мир? Потому что он пропитан ложью. Мы своими лживыми мыслями... Всякий грех – это ложь. Почему всякий грех – это ложь? Потому что человек посредством всякого греха думает найти себе удовольствие. А это мираж. Это какое-то мгновенное удовольствие обманчивое, а потом все, пустота внутри. Никакого удовольствия нет, ничего ты не приобрел. Все это теряешь. И вся жизнь грешного человечества – это как черви, которые копошатся, которые все только гусеницы поглощают, поглощают. Беспрестанно ползая, она только поедает, поедает, поедает. Все только для себя. А из себя выпускает одну только грязь. И вот что вот эти черви... Наша-то задача – духовное преображение, чтобы такая гусеница преобразилась в бабочку. Если все пропитано ложью, то, конечно же, все это сгорит. Но мы ожидаем нового неба и новой земли. А что это за новое? Это именно обновленное. Это значит, что такие небеса и земля, которые уже не исчезнут никогда. И это некое вот новое состояние мироздания, которое нам сейчас еще не совсем понятно. Там говорится в апокалипсисе, что уже и солнца не будет, потому что сам Господь будет светилом для людей. То есть, да, это мир, в котором не только духовное начало, но и вещественное. Тела воскреснут, обновятся, но в неком новом виде, где, конечно же, наша цивилизация, где нужно постоянно строить дома, отопление, канализация, электричество проводить. Все это будет не нужно уже. Будет новое небо, новая земля. Самое главное – на них обитает правда. А правда – это одно из имен Божиих. И поэтому только тот, кто придерживается правды в сердце своем, не лжи, не обмана, не наговоров, а именно правды. Вот отсюда и понятие праведник. Праведник, как причастный к Божьей правде. Вот эти люди найдут свое место тоже на новой земле. Земля новая будет срастворена с новым небом. «И так, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». То есть вот что важное, вот что здесь ключевое – быть неоскверненными и непорочными. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». То есть да, Господь нам отводит длительный срок. Еще не настал страшный суд. И вот это надо почитать спасением, что нам отводится еще время на покаяние, на исправление. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». И апостол Павел на самом деле тоже много об этом писал, и о долготерпении Божьем, и о том, что Господь ищет нашего спасения, покаяния. «Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное». Говорит апостол Петр, прямо говорит, что послания апостола Павла сложны. Они так вот просто, их невозможно понять, как соборные послания или послания того же Петра. То есть неудобо-вразумительное то, что нелегко принимается для вразумления. Нужно этому учиться, возрастать в понимании посланий Павла. Но при этом он добавляет, что невежда и неутвержденный к собственной своей погибли превращает, как и прочие писания. То есть люди невежественные, они искажают послания апостола Павла, как и прочие писания. Вот, допустим, появились лжеучители, которые стали учить о предопределении, потому что апостол Павел говорил, что Господь, кого предузнал, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал. То есть кого предуведал, те и спасены. То есть вроде как бы спасаются те, о ком уже некое предопределение. Но на самом деле там изначально у апостола Павла сказано, что Господь предузнал. Не предопределил, а предузнал. То есть Господь от вечности предузнает тех, кто откликнется добровольно на призыв Христов о спасении. Но люди это начинают искажать, по-своему истолковывать, как, впрочем, и все писание можно перековеркать. Если ты не очистил свой ум и не смирил свое сердце, то гордое сердце и нечистый ум будут искажать священное писание. Так что смиряй свое сердце, очищай ум, и будешь правильно понимать послание апостола Павла и все писание. Итак, вы, возлюблены, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Да, и вот самое еще важное здесь что? То, что апостол Петр, он не противопоставляет себя апостолу Павлу. Некоторые протестанты, они говорят, что вот как бы два течения, там противоборствующие. Нет, мы видим, что святой апостол Петр, он нигде себя не называет самым главным, каким-нибудь там папой римским, а он смиренно, как ученик Христов, и говорит, что вот и Павел тоже, да, брат наш, возлюбленный брат наш Павел. Вот так он о нем отзывается. То есть и Павел, и Петр, и Иаков, и Иоанн Богослов, вот те, у кого соборные послания, да и Евангелие от Иоанна, и Матфей, и Марк, и Лука, да, вот все это единое божественное писание, богодухновенное, все это дар Святого Духа. Завершает апостол Петр так, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный, аминь. То есть возрастайте в благодати, в познании Господа. Познание в библейском смысле – это приобщение Господу. Познать страдание – это как бы вкусить страдание, страдать на самом деле. Познать грех – то есть вкусить грех, согрешить. А познать Бога – значит приобщиться к Богу, вкусить Божью благодать. И вот апостол Петр нас призывает именно возрастать в благодати, вот стяжание благодати Святого Духа, как говорил преподобный Серафим Саровский, и возрастать в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, то есть в приобщении к Нему, опытном, духовном приобщении. Да, и Господь нам во всем этом преуспевать, чтобы быть вместе с апостолом, Петром, с апостолом Павлом, прочими апостолами, причастниками жизни вечной. Аминь. Храни всех Господи, дорогие братья и сестры. Храни всех Господи, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok